Тема ресурсосбережения для жильцов многоквартирных домов выходит на первый план. Подтверждение тому злополучные январские квитанции по оплате услуг ЖКХ. Суммы корректировок по оплате за тепло стали для жителей как неприятной неожиданностью, так и поводом для расстройств. Оказывается, общедомовые приборы учета тепла не панацея от лишних начислений в платежках. Как не только сберечь ресурсы, но и сэкономить бюджет. В следующем сюжете. Пока по итогам таких корректировок жилищный контроль вернул горожанам около 3 миллионов рублей. И это не все. Есть также и те, кто наоборот оказался должен государству. По городу Чебоксара просто могу сказать, что проанализировав те данные, которые были предоставлены управляющими компаниями, значит, у нас где-то порядка в 444 домах должны будут добрать на около 65 миллионов, в то время как в 389 домах необходимо будет осуществить возврат порядка 45 миллионов рублей. Суммы, как вы видите, видите, и доборы, и возвраты в городе есть. Цифры, как видим, совсем не маленькие. Плата за тепло и горячую воду обычно составляет половину суммы в квитанциях. Выход из ситуации специалисты видят в установлении автоматических терморегуляторов. Кстати, этого требует федеральный закон. Ежегодно управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы обязаны готовить перечень мероприятий по энергосбережению в жилых домах. Установка терморегуляторов – удовольствие не из дешевых. От 150 тысяч рублей и выше. Но потратившись один раз, жильцы получат реальную экономию до 30% годового теплопотребления жилого дома. Мы установили во всех домах общедомовые приборы учета. И сейчас необходимо все меры предпринять для того, чтобы эти ресурсы сберечь. То есть лишний ресурс, чтобы в дом не поступал. То есть, как у нас в народе говорят, чтобы у нас не было перетопов. Кстати, монтаж терморегуляторов можно предусмотреть за счет средств текущего ремонта и содержания жилья. Оксана Заметина, Александр Петров, Республика.